Какая крупная у него... Ой, как она, это самое, это... Прям, ну, грамм 200, наверное. Корюшка отдыхает, я бы сказал. Я красавчик, да? Да ты вообще огонь! На этом месте был порт какой-то, да? Ну, сейчас порт Неханес, да. Это все финские земли. Да, земли финские, и это, я так понимаю, финны поставили какой-то памятник, да? Ну, финны, да. Здесь, кстати, на 46-м причале, где сейчас находится порт Неханес, снимали особенности национальной рыбалки, спецнучок. Здесь, да? Да, мы сейчас там, конечно, не проплывем, но будет видно, когда мы на воду выйдем, будет видно вот эту избу, где они там были в этой избе. О, прикольно, надо снять. Она сдается, можно приехать, снять ее, отдохнуть семьей, ну, ценники там финские. Финские, да? Да, если ценники финские. Смотрю, церковь такая небольшая тут стоит еще. Действующая, да, постоянно тут есть свой приход, все ходят. Классно. Только что вот колокола звонили, ты слышал. Мы находимся вообще где? Это поселок как называется? Это поселок Советский. Поселок Советский? 22 километра, не доезжая до Выборга. Ленинградская область, соответственно, нас много кто смотрит. С высокими волнами по полметра. И нам надо было здесь пройти где-то метров 300-400 против волны. И мы на этой лодочке против волны. На маленькой, да, тогда были? Ну, в лодке было так воды. Охренеть. Я когда здесь уже, знаешь, разгрузился, в воду заходят. Врезаешься в волну, брызги падают за лодкой. Но ты вот через шкот вы проходите. Уходят. Не знаю, я вот сейчас смотрю, мне кажется, вы врете. Так и так все вот хорошо. После этого у меня жена спросила, а что нужно, чтобы этого не стало? Я говорю, лодку побольше, мотор пушнее. Покупай. Она же сказала. То есть натерпелая страха, что сказала, покупай лодку нормальную, да? Ты такой-то какой-то. Вот смотри, как вот грамотно продумал. Надо мне жену на охоту взять. Мне столько тоже надо всего. Правильно, правильно. Нужно сначала окунуть в свои будни. Да, ладно, парень, давайте. Дима, ты уверен, что у нас ничего на ходу не попадает? Ничего не попадает. Как-то вы так, это, опасно. Ни тентом, ничем не закрыли, да? Ничего не надо. Проверено уже. А это вы к винту привязываете веревку? А уже туда хочет. А спасательный жилет надо рыжей стороной наружу носить или камуфлированный? Без разницы. Вереветы соответствуют гипсу. Требованиям, да? Да, то есть требованиям соответствуют и любая сторона подойдет. Угу. Я думал, надо типа оранжевую все время носить. Это чтобы тебя нашли. Не, ну тут... Нет, тут видишь, светоотражайки, все дела. Ага. Плюс свисток. А, свисток с этой стороны почему-то. Это атаку. Да-да-да, привлекать. Атакуй. Ну сразу видно, кто тут капитан-то вообще так-то, да? Такой же, как и он. А, у нас два капитана. У нас два капитана. Один я юнга. Брюки превращаются. Саня, а почему на моем написано, что я дельфин, а не капитан? Это намек. Мне сказали, мне тетя старалась дельфина, говорит, поймай. По-моему, вы мне лоховской жилет подсунули. Висы там нету. Это точно. Вообще, плавать я не планирую, честно говоря. Подтягивать не буду. Давайте машонку. Ты просто космос, Стас, не трогай мошонку. Международный, надо тебе. Нет, это не подвесная система парашюта. Я не буду прыгать оттуда. Не собирает, да? Подожди. Дунь. Мне кажется, сдохнуть от этого можно пока будешь дуть. Все акулы, сука, на меня набегут. Это отпугивает чай, когда они, знаешь, пикируют, чтобы посрать. Когда они тебя уже есть, начнут, блядь. Потому что искать тебя никто не будет. Тогда отпугивай чай. Добрый вы. Дима, а Саня тебя на ручках в лодку будет переносить? Да, его подтащит и запрыгнет. Да пусть на ручках перенесет, я сниму. Это вообще вещь. Обзор сними, как на руки сажать. Он разворачивается. Дима, на веслах. Подождите. Друзья мои, как всегда, вы видите, все зависит от меня. Я на веслах. Оказывается, мотор они взяли для обзора. Сами ручки помаши. Так, Дима, вот туда надо. Полтора часа где-то на веслах. Полтора часа на веслах? Саш, за веревку подтяни и лодку разверни. Пока отходим. А можно уточнить, грести все время я буду? Да. Ты же дельфин. Дмитрий отправляет к нашим коллегам, у которых у нас есть небольшая группа ВКонтакте. Наши фотки, да? Фотки и сообщения. Что народ пишет? Спрашивают, заливим мы и клюет ли у нас. Ну, у нас пока ничего не клюет. А мы разве за рыбой? Мы же на рыбалку едем. А, точно. Но плевать будет, я обещаю. На черные камни или у белой скалы. Пробили здесь, углубили фарватер прям такой серьезный. Здесь глубина 22 метра вот в этом фарватере. Вот сейчас вот где мы плывем. Так тут сюда ходят какие-то серьезные? Да. Вот между этими двумя островками 22 метра глубина. То есть он углублен, и мы сейчас пойдем по судоходному фарватеру. Сейчас вот напротив увидишь... Да вон там бакинг, да? Ну, это бакинг, это показано лево-право. Вон, видишь, ориентировка на берегу. Куда идти кораблям. А, он далеко, да? Да-да-да, вижу. Ну, чтобы прицел брать, чтобы не сбиться. У нас водитель почему-то раскачивает машину. Мне это тяжело на зум брать. Ходили на веслах, это жесть. Не, нормально. Но у нас получалось так, что полчаса один, полчаса другой, полчаса опять первый, и все, мы пришли. И, соответственно, в обратку уже в другую сторону, да-да? Ну, какой режим выбрал я, думаю, первый раз парня пугать не буду. Давай на веслу. Первые полчаса я, потом полчаса он, а потом полчаса опять я. И он говорит, давай поменяемся. Говорит, да все, уже хватит, мы здесь стоянку, у нас здесь. Но мы вот на этом острове стояли. С той стороны? Это березовый буян. Березовый буян называется остров, да? Сластно. Блин, живу в Ленобласти ни разу тут не было. Вот, оказывается, такая красота кругом, а? А куда мы пойдем? Ну, мы пойдем туда-куда, где, конечно же, рыба есть, но я не скажу, куда. Да-да-да. Острововый здесь ма, где будем стоять, не скажу. А то еще приедете, за сетей наставите. Нашу рыбу вылазит. У нас сетей нет вообще, у нас удочки, да? Слышный британьер. Да. У нас два ружья и удочки, все. По поводу ружья я вам сейчас расскажу историю, но без камер. Саня, дай оборотов побольше, я по веревке за пивом схожу. Во! А то пиво-то все там осталось. Саня, дай оборотов побольше, я по веревке за пивом схожу. Нет. Мой повел, мой, 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 смотри, как повел. Ой, ледет, ледет, ледет. Ой, поймал, ну ладно. Поймал, смотри, Диман поймал. С подчином, Глеб Егорыч. Спасибо. Выводи, выводи. Вот, Дима, с подчином, Глеб Егорыч. Окушок. О, хороший окушок. Ха-ха. Нормально. Хороший, маленький окушок. Но он, наверное, не будет 10 килограмм, да? Окушок. Да, окушок мой хороший. Вот такой вот красавчик. Хо-хо. 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 Холёные, холёные. Холёные, холёные. если есть на свете рай то это тут это супер супер улов супер лов я тоже с рыбой да это вот уклейка о какая крупная у клей как она это самое то прям ну грамм 200 наверно корешка отдыхает я бы сказал я красавчик да ты вообще огонь а природа а волны нет ребята блин вот просто кто хочет отдохнуть рекомендую всегда на майские приезжайте комаров нема рыбы нема да ой красавчик покажите мне да кто у нас это подлещик маленький пускай растет да ты кстати сказал надо поплевать на червяка и сразу поймал а какая-то техника плевания определенная у тебя вот тогда а ты не думаешь человеку неприятно это что ему в мрожу плюешь поэтому наверно они жрут мне кажется просто ты решил это оскорбите унизить червяка нету да понятно ты слишком просто сильно заплевал червяка в этот раз тот раз ты поменьше кашки на камеру перестарался заплевал червяка унизил его мне там тоже поплавочек прыгает надо по потекать хорошо ну такая не до 10 килограмм однозначно ну да надо как на фоне воды фоткой да 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 потом скажешь что это 17 килограмм тунец 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 тунец